Всем большой привет! Меня зовут Настя, я очень рада вас видеть на своем канале. Он посвящен моему пути в науке, а также жизни в Германии. Но сегодня моя любимая рубрика на канале, в которой мне удается побеседовать со своими друзьями, коллегами, об их переезде в страну и об их карьере. И сегодня у меня чудесный гость — Софа. Всем привет! У которой тоже есть YouTube-канал, обязательно гляньте в описании. И ее история переезда совершенно другая, нежели, например, моя. Поподробнее сегодня об этом узнаем. И Софа работает в детском саду воспитателем и также учится на воспитателе. И мой самый первый и традиционный вопрос — когда именно ты вообще задумалась о переезде в Германию? Откуда ты? Какое, может быть, у тебя было образование дома? И как вот первые твои шаги о переезде в Германию? Это будет очень долгая история. Так, меня зовут София. У меня тоже есть YouTube-канал. Так, когда я начала думать о переезде, это было очень давно. Мне было лет 13-14, когда вот появились первые мысли о переезде вообще куда-нибудь. И не было у меня сначала мысли переезжать именно в Германию. Точнее, я думала про Германию, я также думала, может, попробовать какие-то другие страны. Но это было несерьезно, это было такое подростковое какое-то желание перемен. Ты была в старшей школе, да? Ну да, да. И первые попытки изучать немецкий язык были у меня где-то тоже лет в 14-15, но это всё было тоже очень несерьёзно. И я вообще не понимала, как люди это делают, как они переезжают, какие есть способы уехать. Мне казалось это чем-то нереальным, что это только какие-то гении переезжают в другую страну. Очень частый стереотип и страх, который на самом деле не совсем правда и не совсем истинно. У меня были такие же мысли. И, ну, я была совсем молодая, тогда ещё школьница. И я вот сейчас задаюсь вопросом, почему тогда мне даже не пришло в голову загуглить, как можно вообще переехать в Германию, например. Хотя у меня тут живут родственники, и как-то, ну, один из вариантов, конечно, как способ переехать, это пойти учиться. Я не понимала, как это здесь устроено. Там как-то я что-то пыталась гуглить, но я не совсем поняла, как это устроено. Но как-то дальше я не пошла. Вот. И, короче, я заканчивала 9 классов в Казахстане. Я из Казахстана, я забыла сказать. Да, я из Казахстана. Я заканчивала там 9 классов. И потом я пошла в колледж на дизайнера. Потом я закончила этот колледж. И во время колледжа я уже думала, всё точно, я, наверное, буду переезжать. Я снова начала ходить на курсы... Дочнее, я не ходила, начала ходить на курсы немецкого языка. Стала более основательно изучать язык. Вот. И после этого я пошла в институт в Казахстане, так как я собиралась в Германию поступать в студенку ЛЕК. Такой подготовительный курс для университета. И чтобы мне можно было туда поступать, мне нужно было один год отучиться у себя на родине. И там я поступила на психолога. Потому что мне надоело творчество, искусство. Я всю жизнь, по сути, была в искусстве. Я училась в гимназии искусств в Казахстане. Потом пошла на дизайнера, как я уже сказала. После школы я поступила в колледж на дизайнера. И потом мне это надоело. Я решила, что я буду психологом. Пошла учиться на психолога. И я думала, что также в Германии буду учиться на психолога. Это реально очень долгая история моего переезда. Очень интересно. Да, в общем, учась в институте, я еще более интенсивно изучала немецкий язык. Я занималась 6 часов в неделю немецким языком с репетитором. И в планах у меня было сдавать тест-дав. В конце учебного года я пошла его сдавать. Но я его очень плохо сдала. Моих баллов не хватило никуда. Поэтому я решила уехать по программе ОПР. У меня на YouTube-канале есть очень много видео про эту программу. Как уехать по этой программе. Как вообще мой путь в этом году проходил. Но в двух словах это в качестве кого-то переехала. В общем, те, кто не знает программы ОПР, это когда ты переезжаешь в страну и живешь в семье. И следишь за детьми. И потом что-то делаешь. Семья оплачивает тебе... В лучшем случае она тебе оплачивает языковые курсы. В худшем случае она тебе только 50% оплачивает. У меня не полностью оплачивали курсы немецкого языка. Ни за что не нужно платить. Плюс ты получаешь карманные деньги 260 евро. Вот. То есть очень такая бюджетная программа, чтобы изучать немецкий язык, культуру, немножко познакомиться со страной. Да. Про эту программу можете посмотреть у меня на канале. Там очень много всего. Я хотела бросить, уехать обратно. Было не очень легко, но также было много позитивных моментов. Я много путешествовала. И я подавалась в этот штудинг-коллег в том году. Меня не взяли, потому что я почему-то плохо сдала экзамен. Очень большая конкуренция здесь была, во Франкфурте. И после этого, после ОПР-программы, я начала делать волонтерский социальный год в детском саду, чтобы немножко потянуть дальше немецкий язык, и чтобы был повод оставаться здесь, в Германии. Я снова не поступила в штудинг-коллег. Мне это надоело поступать туда. Поэтому я решила отбить у себя эту идею с университетом. Я решила сделать что-то другое. Начать аутсбильдинг. То есть это тоже учеба, плюс практика. Изучаешь профессию. Мне понравилось во время ФСЁ, волонтерский социальный год, мне очень понравилась работа в садике. Я подумала, буду воспитателем. И так вот начался мой путь учебы в Германии. Круто. В двух словах. Круто. И очередной пример, что ни в коем случае нельзя сдаваться. Обязательно найдется путь, который вам подойдет и понравится, и вы его найдете во время попыток. Поэтому, не знаю, очень круто. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, свой официальный статус. Официальный статус по-немецки называется Ацуби. Человек, который делает аутсбильдинг здесь. Этот статус немножко приравнивается к статусу школьника, я бы сказала. То есть это уже выше, чем школьник, но у тебя есть все плюшки, которые дают школьникам. Здесь в Германии. То есть я могу, например, в Хессене я могу себе купить проездной билет, как для школьников, по сути. На целый год я бы платила 1 евро в день. Вот 365 евро выходит этот проездной билет. Шуля Эсен-тикет называется он. Обычный билетик 3,20 стоит. Да-да, это вот на целый год проездной, да. И много таких плюшек тебе, какие-то скидки где-то, за счет того, что ты как бы школьник. Потому что если ты студент, то скидка немножко другая будет, по-моему, не такая большая. Когда ты студент, ты платишь примерно столько в семестр, то есть в два раза дороже. Да. Какое еще большое преимущество? То, что учеба бесплатная. Я никаких семестровых взносов не плачу. В прошлом году я заплатила 70 евро, но эти деньги ушли на материалы, которыми мы пользовались во время уроков. Там у нас было прикладное искусство, кулинария, то есть у нас такие предметы были. И вот эти семестры ушли просто на материалы, и все. А за учебу мы не платили. Вот. И теперь рубрика вопросов от подписчиков. Огромное спасибо вот этим вот людям за них, потому что мне самой очень интересно узнать ответ на эти вопросы. И давайте начнем. Вопросы будут не только про твое образование, но и, возможно, просто про жизнь детского сада, про то, как устроен детский сад в Германии. Мне кажется, ты действительно эксперт в этом. И первый самый вопрос, сколько стоит отдать ребенка в детский сад? Это очень такой сложный вопрос, потому что я не сдавала детей в детский сад. Я не знаю, сколько здесь платят родители, отдавая детей в детский сад. Но я могу понять, что это здесь будет зависеть от садика к садику. Здесь есть самые разные виды садиков. Есть и государственные, есть и частные. И частные очень сильно варьируются друг от друга. Это не должно обозначать, что если это частный, то это какой-то дорогой элитный садик. Это может просто как-то не связано с государством. И зависит от того, сколько все-таки денег у этого садика. Про возраст детей. С какого возраста можно отдать? Отдать можно с самого младенчества буквально. На своем примере могу сказать, что я вот сейчас как раз начала работать в Яслях. И это частный садик. Он работает в кооперации с Deutsche Bank. И этот садик берет детей только, чьи родители работают в этом Deutsche Bank. То есть они берут всех подряд. Поскольку это частный садик, он много возможностей предоставляет для родителей. И там есть возможность отдать ребенка с трех месяцев. Как бы самое раннее, такое три месяца. Так в целом ясельки тоже варьируются друг от друга. Где-то вот с трех месяцев, где-то с шести, где-то с года. Ну в целом вот, можно сказать, с нуля до шести или семи лет здесь есть садики. Сколько обычных деток в группе? Тоже зависит от садика к садику. Но в основном, если это, например, садик, где дети от трех до шести лет, то может быть 20-25 детей в группе. В ясельках самый максимум, по-моему, человек 12. Но я сейчас работаю там человек 10 в группе. И садик маленький, там всего две группы, в каждую по 10 детей. Вот. А как работает система с травмами? Интересуются про какие-нибудь мелкие, небольшие травмы во время того, как детки играют? Так, чтобы интересовались, а что делают с, например, психически нестабильными детьми или агрессивными? То есть такие вот какие-то моменты, как вы с ними справляетесь, как система работает? До этого я как раз-таки работала в садике с детьми от трех до шести лет. И это был католический садик. И они принимали как раз таких особенных детей. В каждой группе было по одному такому ребенку. В одной группе был ребенок-инвалид, в другой группе был аутист. Вот. И как с этим справляются, это, конечно, тяжелый случай, потому что по-хорошему... Именно касательно того садика не помешал бы конкретный специалист, который бы разбирался в этом. Но специалиста не было, и мы все справлялись с этим ребенком, было очень тяжело. Вот. Но, как я и скажу, все зависит от садика к садику. Есть садик, у которого есть возможности и средства брать этих специалистов, и они полностью концентрируются на таких особенных детях. Вот. А какие-то нет, которые просто берут. И если, например, в группе есть такой особенный ребенок, то количество других детей должно быть меньше, потому что на этого особенного ребенка нужно больше как бы воспитателей. Вот. Касательно травм, там, где я работала, если какая-то царапина с садика на ребенок упал, мы приносили такой, как кюльпак это называется, такой прохладный пакетик из холодильника, я не знаю, как это правильно по-русски называется, прикладывали туда, и пластырь. Вот. Это все. Потом, где я в другом садике работала на месячной практике, тоже примерно так и было, но там отличие было то, что нужно было все документировать, если ребенок где-то поранился, или кто-то из коллег поранился, если ты использовал аптечку, нужно было все задокументировать, что ты взял, что случилось, во сколько. Вот. И там, где я сейчас работаю с маленькими детьми, там тоже нужно все документировать. Были, кстати, вот на моем опыте тяжелые случаи, когда ребенок очень сильно травмировался, мы вызывали скорую. Вот. Там одна маленькая девочка, ей было три года, она бежала и как-то упала, и ударилась подбородком об стол, и там была очень глубокая рана, мы вызывали скорую. То есть в таком случае нужно сразу звонить и родителям, и скорой, очень начинается такая кооперация, вот обязательно родители должны приехать, и они вместе едут в больницу. Вот. Два раза такое вот было. А еще немножко поспрашивать, хочу тебя про твое вот это вот образование, во-вторых, сколько лет оно длится, и мне вот лично очень интересно, а какие у вас, может быть, вот особенные предметы есть, в которых вас как раз готовят к таким деткам, к таким ситуациям? Вообще, что вы проходите? Про это все у меня тоже есть на моем канале, если кому-то интересно поподробнее, вкратце, чтобы быть воспитательным, воспитателям в Германии нужно пройти пятилетний путь обучения, если у вас нету абитура здесь в Германии, это значит, что вы не заканчивали гимназию, просто после средней школы хотите пойти учиться, то вам нужно пять лет, два из которых вы делаете социального ассистента, и после социального ассистента вы можете уже пойти учиться либо на воспитателя, либо на санитара. И на социальной ассистенции вы изучаете как воспитание детей, так и санитарство, флеги по-немецки это называется. В первом году у вас очень много предметов касательно этих двух профессий, помимо этого также у нас были политика, английский, немецкий, антропология, политика, политика я сказала, политика, экономика была, кулинария у нас была, искусство, помимо обычных профпредметов, в профпредметы входило воспитание детей, спорт, и флеги, учеба и практика было. Очень много предметов было, я, конечно, очень уставала, потому что я изучала также параллельно вторую профессию, которая у меня не особо интересна была, вот, и после этого года вы должны как бы сориентироваться, куда вы хотите идти дальше, я вот пошла на воспитание детей, вот, и в этом году вы только свою профессию изучаете. У тебя сейчас третий год. Нет, второй. Второй год, и я его заканчиваю, и потом я заново поступаю на воспитателя. Вот. Жесткий вопрос от подписчика. Насколько легко получить статью и увольнение, допустим, после травмы ребенка? О, защищены ли работники от каких-то таких ситуаций, если, допустим, родитель, не знаю, разъяренный прибежит и будет осуждать или что-то такое? На моем опыте, я не знаю, что бы произошло, но я знаю, вот что во Франкфурте в прошлом году, нет, в позапрошлом году была ситуация в одном из садиков во Франкфурте, что розетки были не защищены, и ребенок умер в садике, шестилетний. То есть мать пришла забирать ребенка и что-то как-то спрятался от нее, спрятался как-то за гардеробами, где была розетка, и он засунул туда пальцы и умрил. И после этого я знаю, что тот садик полностью как бы закрылся, всех воспитателей уволили, по сути, и сейчас на том месте как бы новый садик, здание тот же, но полностью новый коллектив. Вот. Кошмар. Да. Ну, я думаю, что там, наверное, что-то было, какая-то статья. Еще интересовались в целом, много ли бюрократической работы у работника детского сада, и еще есть ли воспитатели мужчины. Я ответ знаю, но спрошу. Бюрократическая в смысле бумажная работа, как в наших странах СНГ, на самом деле не так много, то есть это большое отличие, что здесь ты очень много времени проводишь с детьми, ты с ними играешь, общаешься, и нет такой огромной бумажной волокиты, как это есть в странах СНГ. В странах СНГ, по-моему, 90% времени твоего, насколько я знаю, и детям там особого времени не уделяют, а здесь как раз-таки наоборот, здесь очень важно проводить время с детьми. Вот. И если есть какая-то документационная работа, то это всё входит в рабочие часы, это не так, что ты после работы ещё приходишь домой и пишешь протокол про ребёнка, про его развитие, то есть всё это входит в твои часы, у тебя есть специальное время, когда ты идёшь и вот пишешь какой-то протокол, например. А как устроена система обучения для дошкольников питания и распорядок дня? Для дошкольников? Ну, для деток, да. Вкратце, вот что ещё можно было бы сказать, что большинство садиков здесь там смешанные возрасты в группе детей. Это не так, что вот как у нас одна группа трёхлеток, четырёхлеток, пятилеток, хотя такое тоже есть, но это скорее редко здесь, это что-то особенное. А где я всё время работала, там вот смешанная группа от трёх до шести лет, поэтому там также и дошкольники, и маленькие детки есть. Дошкольной программы такой интенсивной нет, как в наших странах, поскольку считается, что детский сад это то время, когда ребёнок может играть и ему не обязательно учиться. Есть какие-то часы дошкольной программы, они куда-то уходят с воспитателями, которые как-то специализируются на этом и делают какие-то задания, всё в форме игры, нет такого, что ты сидишь и целыми днями за партой какие-то задачки решаешь, там учишься писать, читать, нет, как бы здесь ты идёшь в школу и в школе учишься писать и читать, читать, а в садике ты скорее играешь. А ещё вопрос про есть ли воспитательный мужчина. А, да, ну это тоже редкость на самом деле, но они есть, а не так, что их вообще нет. Там, где я сейчас работаю, там есть воспитатель мужчина, но также он и шеф, это новый шеф пришёл, который воспитатель тоже, и до этого, где я работала, там тоже был воспитатель мужчина, то есть, они есть, но большинство, конечно, коллег это женщины, но мужчины тоже есть. Просто по своему опыту, я в Дрездене очень часто встречала гуляющую группу деток, и воспитательница одна девушка где-нибудь спереди идёт и замыкает почку мужчины, воспитатель, поэтому мне показалось, что это прям принято. И я так несколько раз встречала. Ну как принято, если ты хочешь, идёшь, учишься, неважно. Я имею в виду, что мне казалось, что их много. Нет, просто так много, но они есть. Где-то больше, где-то меньше, где-то вообще нету, где-то есть. По-разному, но есть. Ещё любопытный вопрос про охранную систему. Как вы понимаете, что ребёнок не знает, человек это или похититель, и вот, да, как устроена охранная система? Почему? До этого, где я работала в садике с детьми от 3 до 6 лет, там такое, что там домофон, и родители, когда приходят, забирают детей, они обязательно должны полонить домофон, и ты идёшь, открываешь, ты видишь, кто заходит. Вот. И обязательно должен идти какой-то протокол, обязательно должен быть знаком с родителями. Если вдруг забирают бабушки, дедушки, кто угодно, они должны перед этим прийти в садик, чтобы познакомились с воспитателем, чтобы мы узнали в лицо, взяли контактные данные. Чтобы не было каких-то недоразумений. Вот. И там, где я сейчас работаю, тоже всё очень строго. Там стоит специальный код, который знают только родители. Вот. Если кто-то из-за мне приходит бабушка, дедушка, они тоже обязательно должны оставить свои контактные данные, потому что, если они этого не сделают, то мы не имеем права давать ребёнка. Это не так, что просто пришёл, забрал. Я знакомый. Да-да-да. Всё, всё очень следят за этим. Ну и, наверное, наиболее популярный вопрос, сколько вам платят? Платят где? Как работник в детском саду? Когда ты уже закончил учёбу, и ты уже как специалист, или во время учёбы? Ты знаешь, я думаю, будет интересно узнать подробности про оба варианта, но в целом, вот люди прям, практически каждый первый вопрос об этом тоже спрашивали. Зарплата здесь у всех отличается, потому что у всех разный налоговый класс, вот. Есть какая-то сумма бруто, без снятия налогов, примерно могу сказать, что вот, наверное, 1800-2000 евро на раннем этапе, когда ты уже закончил учёбу и пришёл работать как специалист, без снятия налогов. Как со снятием налогов будет у всех по-разному, ситуация, я не знаю, потому что у всех разный налоговый класс, вот. И во время учёбы тоже всё зависит от твоего налогового класса, но на той программе, где я сейчас нахожусь, платят не так много, поскольку ты практикант, 200 евро в месяц примерно. Хотя работаешь ты. Хотя ты работаешь так же, как и остальные, но вот, поскольку ты ещё учишься, вот. Ну, как бы, зарабатывать неплохо здесь, всё зависит от твоего опыта, если ты, например, закончил университет, у тебя бакалавр, то ты там будешь гораздо больше получать как воспитатель. Если у тебя PHD, то ещё больше. В одном садике у меня была коллега, которая закончила PHD на педагогику, и она была очень классный специалист, я уверена, что она очень много получает. Вот это да, PHD на педагогику. То есть, ты случайно не знаешь, мне просто стало интересно, а это был какой-то теоретический ресёрч, или прям... Я без понятия, что именно она изучала, но она вот, у меня был PHD в педагогике, что-то у меня не знаю, но она была очень классный специалист. Типа вот прям, вот ты смотришь на неё, и она была... Всё легко у неё было с людьми. Помимо зарплаты, ещё интересовались, сколько нужно часов в неделю работать? Когда ты уже как специалист. Зависит от того, сколько ты хочешь работать. Есть разные варианты. Ты можешь работать 39 часов в неделю, ты можешь работать короткий день. И... Также эти часы ты можешь обсуждать со своими коллегами и с шефом, во сколько тебе удобнее было бы работать, например. А в целом, вот ты сам выбираешь, сколько ты хочешь работать. Есть типа фольтсайт, и тальтсайт. Полный рабочий день, не полный рабочий день, и как вам удобно. И самый последний вопрос. Расскажи просто какую-нибудь забавную историю. Каждый день у тебя... Особенно, когда работаешь с большими детьми, в моем понимании, это с 3 до 6 лет, каждый день может что-то особенное происходить, каждый день у тебя что-то новое, потому что дети как-то что-нибудь скажут, иногда очень забавно получается. А там, где я сейчас работаю, там большинство детей, они вообще не разговаривают, и как-то скучновато бывает. Вот. Тогда другой финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится в твоей профессии и меньше всего? Что мне больше всего нравится? Ну, как я уже сказала, что мне нравится, что каждый день у тебя какой-то особенный, я на данном своем этапе поняла, что мне пока что нравится как раз таки более со взрослыми детьми работа, чем с малышней, которая не разговаривает, потому что вот с малышней как-то много чем и не займешь. И там книжки они особо и не читают, какие-то настолки они не играют, не болтают, и просто как-то ты за ними наблюдаешь, что они делают, чтобы какой-то протокол написать, как они развиваются, какие-то поделки с ними тоже не поделаешь. А вот как раз таки со взрослыми детьми можно очень много чего делать, ты можешь с ними ходить на прогулки, рисовать, там какие-то поделки, настолки различные, просто с ними общаться, особенно вот которые уже скоро идут в школу, с ними очень интересно будет общаться, они у тебя много всего спрашивают. Общение с детьми, налаживаешь с ними какие-то отношения все-таки, потому что если ты хочешь, чтобы день у тебя был хороший, чтобы ты не нервничал, важно выстраивать отношения с детьми с самого начала, чтобы потом эти отношения на тебя работали, чтобы не было каких-то вот недоразумений. Что мне не нравится, я не могу сказать, что это зависит от детей, потому что вот до этого, где я работала, что мне не нравилось, это коллеги, потому что бывает такое, что нету какой-то слаженной работы, которая очень важна, важна кооперация, важно, чтобы все были на одной волне, потому что может быть такое, что ты сказал ребенку что-то одно, воспитатель другой сказал что-то другое, ребенок вообще не понимает, что происходит, и из этого вот конфликты получаются. Очень важно, чтобы была хорошая работа в коллективе, чтобы все работали сообща, там, где я сейчас работаю, это есть, и это мне очень нравится. В общем, нужно искать тот садик, где тебе будет хорошо, где коллеги будут, которые тебе нравятся, с которыми у вас будет слаженная работа, что все педагогически правильно работали, а не так, что просто в телефоне сидели, что такое тоже бывает. Софа, огромное спасибо, лично от меня, и я уверена, от моих зрителей. Большое спасибо вам за просмотр, конечно же, не забывайте подписаться на канал, отдельная благодарность каждому, кто оставил вопрос для Софы, и также, кто оставит комментарий и лайк под этим видео. И на этом мы хотели бы закончить, и до встречи в новом видео. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok